Я рад приветствовать исследователей темнейших уголков вселенной на канале Дмако. Меня зовут Станислав и сегодня мы с вами потихоньку начинаем двигаться к финалу в игре под названием Deep Sky Deluxe. Ну что ж дорогие друзья, у нас остался один реликт, всего лишь один. Но и предыдущий, как оказалось, мы не закрыли. Я вернулся обратно на этот реликт, потому что я увидел в описании своих заданий вот это. Что? Найти людей с данными. То есть мы с вами узнали, что данные были украдены, их забрали и убили невинного человека, который, видимо, охранял эти данные и просто находился в этот момент в этой комнате. Его убили. И я предполагаю, где это. Я думаю, что это у этих пиратов, потому что я к ним подошел и начинается новый диалог. Так что давайте мы еще раз к ним зайдем и пообщаемся. И посмотрим, они ли это. Мусорщик, мы не верили двух моих коллег. Они куда-то пропали. Они убили безоружного человека по вашему приказу. Это непростительно. Мы убили ваших дружков. И вас мы тоже убьем. Так кровожадно, да, звучит? Не знаю насчет ваших друзей, но у меня есть предложение для вас. Мы нашли их тела, обсерватории, и при них были испорченные данные. Может быть, узнаем? Вот это может быть неплохо. Мы нашли их тела, обсерватории. И при них были испорченные данные. Потому что я предположу, что возможно данные у этих ненормальных людей. Либо надо предложить им какую-то сделку. Но сделку мне им дать нечего. Да я ей давать-то, если честно, не хочу. Я бы лучше им рожа набил. Мы нашли ваших друзей. Они были убиты. Вы врете. Либо вы убили моих коллег, либо данные целы. В любом случае, я это так не оставлю. Приготовиться к бою, короче, да, в любом случае. Либо данные целы, он говорит, да? А с чем он... То есть, они как бы знают про данные. Короче, ладно, сейчас мы разберемся. А потом будем думать, что с ними делать. 50! Только что было 38, я видел. Почему полтинник достал? Это вот этот вот, да? Нет, подожди. Кто из них? А, вот он, да? Это их босс. По 35-35 полтинник. У него довольно жирненькая защита. Давайте посмотрим, что мы можем против них сделать. Я бы, конечно, промах повесил. Вот на него мы его будем стараться убить сразу. Опа! Ибо нефиг. Ибо нефиг. Инициативу вот это хорошо. Порежем инициативу. Угу, угу. Перезарядка щитов, ты посмотри. Уклонение дважды. Один нас он промазал. Один нас мы уклонились. Наносит урон оружием и делает насмешку на себя. Оглушить можно. Вот сейчас этот козел уже, он себе восстановил. А, он просто щиты восстановил. Он же не усиливал себя, да? Ты же себя не усиливал. Он себе не усиливал. Можно оглушить его. Давайте оглушаем. Угу. Неплохо, неплохо. Угу, угу. На шестерочку залепил. Так, каждый удар наносит 30% урона оружием серии из 5 ударов. Хорошая будет серия. Давайте. Кыль-кыль-кыль. Фу-ху, там смерть 100%. Там просто видели, какие уроны вылазил? Это просто кыль-кыль и смерть. Наносит 7 урона. Вот это хорошо. Давайте по двум врагам. Опа, по 11 даже влепили. Потрясение. Так, у нас есть. Можно оглушануть. Давайте еще оглушенем. Кого оглушенем? Кто следующий ходит? Ты, пес. На тебе. Бэнч оглушение. Зря бы, ребята. Лучше бы мне данные отдали. Может быть, живыми бы ушли, если бы мы вам это позволили. Давай еще раз. Пунч. Еще на 11. Так, и два уклонения. Треть единицы всего гора летело. Так, но я тут не знаю. Если, конечно, и повезет, я критану, я просто его убью. Ну, давайте, раз мы его разделываем. Мне его, конечно, нифига не жалко. Так, он же будет ходить. Да, он будет ходить следующим. Давайте просто его оглушенем. Бэнч. Просто лютейший урон у нас. Просто лютейший. Я не знаю, что там будет на последнем реликте. Но если на последнем реликте будут враги чуть-чуть сильнее, то мы должны их там всех порвать. По трем, да и по единице все лишь нанес. Не смеши. Бум. Промазали? Промазали. Смотри-ка, он увернулся. Зато теперь попали. Так, о, вот это хорошо. Ищи промаха. На тебе, измажем твое лицо. Не без того грязное. Оглушающая граната. Ну, давай. У него там атака просто не такая уж сильная будет. Угу. Мимо. А теперь мы ему нанесем побольше на себя урон. Давай, может быть, 15 урона мы врежем. Ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху. Отлично. И ничего у них не было. Ничего. Смотри-ка. Фридман мертв. Вы осматриваете отсек и видите разнообразные материалы, которые пригодятся для строительства. Пригодятся для строительства чего? Так, давайте посмотрим теперь. А, все. Можно возвращаться. Мне бы, конечно, червя тут найти, если честно. Было бы как-то прикольно. Потому что где-то должен быть червь. Где-то должен быть же червь. Я уверен. Можно прогуляться. Попробовать, по крайней мере, поискать. Я, наверное, поищу. Энергии все равно пока много. А там посмотрим. Ну что ж, ребят. Не нашел там никаких червей. Я нашел только трех мелких червей. Я убил их. Мне дали всего лишь одного червяка. Внутренности его, точнее всего. Зато он насобирал кучу всяких предметов. Половина из них наверняка будут ненужными. Какие-то нужны. 14 урона. Реально. Точное стрелковое оружие. Плюс 13% урона. Дополнительный урон щитам. Шанс заморозки. Заморозки. 25%. Какая-то сверхкрутая пуха. Я знаю, кому ее поставить. Что у нас тут еще? Вот на 10 урона, пожалуйста, шквал, пуль. Вот как раз вот для подмодификатора. Пуха тоже, кстати, неплохая. Дополнительный урон щитам. Стрелковое оружие модификации. Урон. Ну, это что-то как-то слабенькое. Неснокарта. Оглушающая граната. Ну, не знаю. Технология. Дополнительный урон щитам. 19. Неплохо. Ну, а остальное все на продажу. На продажу и заполнять. Да. Ну, в принципе, вот это неплохо. Взлом, взлом, взлом. Это, походу, против роботов. Работает хорошо, да? Вы знаете, ребят, я что-то между строк-то не прочитал. Я тут смотрю два квадратика. Он упустил, что данные там и так и не нашли, пришлось опять возвращаться. Все очень странно получилось. И опять надо найти людей. Но я так понимаю, так как я уже здесь все облазил, когда искал червей, я к этому человеку не подходил. Остается два человека. Вот этот и вот эта группа. Но я так понимаю, что это вот они. Потому что это крупная группа. И вполне возможно, у них есть данные. Давайте к ним сходим. Узнаем заодно, есть ли у них данные. Выглядят мощно. Да-да-да, найти людей с данными, смотрите. Вы обнаруживаете группу путешественников. Вы догадываетесь, что они, вероятно, забрали данные из центрального компьютера корабля. Это снова вы. А я надеялась, что... А я надеялась, что это мой друг Ишмайл. Что вам нужно? Вы случайно не знаете, куда делись данные из центрального компьютера? Они мне нужны. Случайно не знаете. Да она своровала их, забрала себе. И делает вид, что будто ничего не знает. Что ты уж не видишь, что ли? Ей плевать уже на все. Не на все плевать мне, на лице написано. Нет. Мы хотим... Мы хотим скопировать... Ой, скопить денег, чтобы построить собственную колонию. Мы слышали, что эти данные ищет богатый мусорщик по имени Фридмен. Мы, которого мы, кстати, убили. Мы зашифровали файл, чтобы продать его Фридману и отправили Ишмаэла отдать одного из наших колонистов на переговоры с пиратами. Ишмаэл мертв. Но и Фридман с его громилами тоже. Хм-хм-хм-хм. Ага. Смотрите, нам надо уже все. Вот теперь все, да? Сообщите новость. Да, теперь все. Теперь можно уже будет уходить. Бедный Ишмаэл. Сколько ужасных трагедий сегодня произошло. И все из этих данных. Я не сомневаюсь, Фридман нас искал. Так что спасибо, что разобрались с ним. Примите в качестве награды эти данные. Сейчас я отключу в шифровании. Тоже вам деньги уже и не нужны, да? Вроде как бы на постройку колонии. Зачем мы колонии? Ты посмотри, они более-менее нормально вооружены. Мне кажется, у них одна из самых последних технологий. Одежда. Может быть, конечно, я ошибаюсь. Но выглядит они круто. От Фридмана и его дружков осталась куча самых разных материалов. Хватит на постройку небольшой колонии. Ну, не уверен насчет этого. Что-то там хватит после того, что там от него осталось. Как раз это нам и нужно, чтобы начать тут новую жизнь. Еще раз спасибо, Эммерсон. Видите, потихонечку люди перебираются сюда. Здесь будут жить дальше. Ну, и такая же будет станция в итоге. То есть, кто первый занял место, тот и царь. Они организовали, организуют здесь защиту. Они организуют здесь свою собственную власть. Придут люди, и у них будет все то же самое, что будет на любой другой станции. То есть, это поведение, это везде практически одно и то же. Так что, ничего особо не изменится. Окей, мы можем сваливать отсюда. Давайте уйдем, да? Навалим. Все, хватит. Нам нечего тут больше делать. Расскажем заодно о том, что мы нашли. Ну что, я готов принять то, что мы побывали на реликте кожи и добыли идеально сохранившиеся данные. Хо-хо-хо-хо-хо. Может, мы все прошли? Может, нам даже на четвертый реликт лететь не придется, а? Местоположение выполнено. Подожди, а почему так быстро перемотали? Я даже ничего почитать не успел там. Что-то же он писал. Я просто смотрел на вывеску, что там вообще пишут. Нет, нам все-таки надо будет еще на шлюпку лететь. Ну, понятно, что эти два квеста я не выполнил. Не выполнил. Мне хотя, знаете, писали, что, типа, денег здесь постоянно не хватает, кредитов. И, мол, с этим явные проблемы там, потому что квестов всего три штуки и денег не хватает. Я вам так скажу, дорогие друзья, посмотрите на меня, я очень зажравшийся. Вот что у меня. Вот что у меня. Я просто... И деньги еще есть. Это учитывая, что я два или три раза хилил своих товарищей. Так что, в принципе, при нынешних даже обстоятельствах можно нормально разжиться. Ну, я не считаю себя бедняком, по крайней мере. Я купил очень много всего. Я не покупаю, правда, оружку. О, вот это, кстати, на 9 урона, тяжелый урон. 600. Я бы взял бы. Но вот, к сожалению, у меня... У меня, к сожалению, нет. Нет никаких... Не таких кредитов. Просто, видите, брать здесь ну, очень дорого. Ну, за 200 тысячи что-то можно взять. Хотя это бесполезная фигня. Максимум счетов. Вот. Но, по большому счету, вот оружие плюс 10, кстати, да? Два оружия. Ну, ладно. У нас там на урон. Полетели на последнюю, на шлюпку. Посмотрим, что там. Немножко получилось у нас так разбросано все. Кстати, спасибо большое. Мне еще тоже подсказали очень интересную вещь, что можно... Я прямо сейчас буду ставить энергию. Можно сканить на границах с генератором, и у тебя не отнимается энергия. Сразу не заметил. А потом, когда вот сейчас бегал в поисках червей, я увидел эту штуку. Смотрите. Видите, написано 0 энергии. Я вообще не трачу энергии за то, что буду сканить. То есть, я могу смело сюда топать. Без всяких проблем. Давай сюда. Тут ничего. Ага, тут есть. На границе могу просто брать и прожиматься. О, неплохо. Углушение. На один ход 16%. 24 шанса на минус 2 инициативы. Так, давай посмотрим. По-моему, это у нашего здоровяка. Да, болт этот есть. Бонус критического урона. Оглушение 18 на один ход. А здесь 16. Но я бы не стал менять. Оглушение мне поважнее. Вот, смотрите. Я ничего из этого не трачу. По-моему, прекрасно. Таким образом, можно раскрыть карту более глубоко и понимать, куда двигаться. Вот. Пойдемте сходим. А, это враги, да? Приготовиться к бою. Ну, что вы сделаете-то, выхухоли? Хотя, не знаю, сейчас они, может быть, будут посильнее. В разы сильнее. 39. Если учитывая, что раньше они были по 15, сейчас уже 39. Но у нас есть с чем ответить. Наносит 100 урона оружие. Сыграйте еще. А, это быстрый, да? Я могу 2 сыграть. Фу, так тебе хана. Бэбэйнч. 45. Детка, 45. Это было больно. Так, что такое? У меня подзависло все. Нет. Как такое? Как такое могло быть? Смотрите, у меня зависло. А, нет. Ха-ха-ха. Ну, играющий в раннем доступе, сами прекрасно, понимаете. Могут быть косяки. Как тебе закрыть-то? Давайте сделаем отступление. Придется просто. Что остается? Одного мы убили, не знаю, засчитают нам это. Вполне возможно. Давай, нет, нет, не засчитали. Он воскрес. Зато мы будем драться там, где энергия у нас не тратится. Одиночный мистер, быстрый мистер. Ну, тогда мы лучше выступили, конечно. Там же вроде как бы я могу стрелять и дальше. После быстрого. Но, видите, типа любой оружейный урон. Легкое стрелковое оружие. Возможно, это колющее оружие можно было сходить. Не знаю. Надо почитать будет более досконально. На 9. А то я скупку играю, до сих пор не разобрался, что делать быстрый выстрел. Так, это на 200. Вы знаете, причем, кстати, с разными существами по-разному дерутся они. Вот, например, если у нее технолог, то она очень легко дерется, например, с какими-нибудь роботами. У нее реально дикий урон, просто дикий. А вот с органическими тварями у него слабенькие там 2, 4, 6. Вот это вот, такой вот. Получается, значит, статы все-таки тоже влияют против кого-то дерешься. Поэтому приходится ориентироваться. Но против органики, конечно, более выгодно здесь драться, потому что больше органических существ, чем механических. Поначалу что-то роботы шли, сейчас вообще такого нет. Давайте оглушим. Может, здоровяка оглушить? Кто там этого добьем, я думаю. Давайте здоровяка. У нас следующий будет ходить. Я думаю, он у какой нет. Хотя нет, смотрите, не хватает ему. Только секрета нет. А, а потом будет еще ходить же наш. Еще, еще будет ходить. На двадцатку. Тридцать пять. Блин, как мне нравится, когда он критует. Обожаю. Просто обожаю. Так, давай на промах. Бум, по лицу идти. Еще оглушение. На пятнадцать. Ну все, парень. Пиши пропало. Кыль-кыль тебе настигнет. Кыль-кыль-кыль-кыль. Ух, сколько много урона. Ну, кстати, неплохо. Оружие восемнадцать. Уклонение. Е-мое. Урон двадцать семь. Че? Ух. Я не верю в это. Давайте посмотрим. Так, у меня есть кому одеть. Вот критическое попадание, конечно, шесть процентов мы уберем сейчас. Но у меня будет чистым урона очень много. Очень много урона. Тридцать шесть. Двадцать и два. Ох, сильно как. Ох, сильно. Так, болт. Болт нам не нужен. Это что? Возврат тринадцать процентов. Офигня. Ладно. Это мощь, 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 мощь. Вроде кажется, потихоньку со всем приростом небольшой, но все равно он будет ощутимый. Единственное, крит, конечно, мы себе очень сильно порезали. Может быть, какой-нибудь модуль найдем. Куда пойдем? Можно вниз пойти. Пошли вниз. Все равно будем всю карту открывать. Я сейчас здесь куда-нибудь выйду. Вот сюда вот. И еще поставлю один генератор. Угу. Обычу. У-у-у. Потрясение на двадцать четыре процента. М-граната. Фигня. О-у-у. Кобра-кобра. Шелак-ношер-онега. Женщина. Прекратите приставать к мужчинам. Причем, кстати, тут некоторые женатые. То, что они в командировку поехали, не значит, что вы имеете право приставать к ним. Так, урон по счетам. Еще восьминадцать процентов. В принципе, не плохая, не плохая. Бум. Что тут у тебя? На двенадцать. Не смешно. Видите, двадцать два. Влетело. Но там суперский удар, конечно, попал. Модификация. Точность стрелкового оружия. Тридцать три. Бонус критическому... А, критическому, да, видимо. Бонус критического урона. Дополнительный. Критическое попадание. Четыре процента. В принципе, неплохо. Сейчас посмотрим. Может быть, даже поставим. Нашему стрелку. Я забрал предметы? Надеюсь, что да. Еще-то мне казалось, что я мискликнул. Да, да, забрал. Что у нас есть? Критическое попадание. Так, смотрим. Здесь есть М-граната и куча всякой фигни. Вот нам, может быть, это не надо. Оглушающий граната, оглушающий. В принципе, это хорошая штука, конечно. Я все понимаю. Так, подожди. Это для какого-то, да? А, точная мыть. А, для точного. Это тебе. Потрясение и куча урона. Либо 6% урона. Оглушающая граната. Давайте ее заменим. Это на крит уйдет. По-моему, будет вообще прекрасно. Бонус критическому и крит на 4%. Но все равно крита повысим. Дополнительный урон с щитом. Критическое попадание. 9%. Больше крита, богу крита. Погнали дальше. Так, ставим генератор. Размещай. Так, и тут, значит, все, да? А, подожди, подожди, подожди. Ты куда пошел-то? Пойдем, возьмем. У-у-у, червяки. Ништяк. Может быть, с этих червяков мы теперь все заберем, что мне надо? По 20, смотрите, то у них уже хп-то. Их 4 и по 20. Урона наносит урона. Еще одну карту. Ага, карту выстрела, если она есть. Но тогда тоже был выстрел. Одиночный выстрел. Вот, одиночный же выстрел. Там тоже был одиночный выстрел. Это же стрелковая карта. Стрелковая карта. Я ее юзаю. Сыграть еще одну карту выстрела. Получается, значит, только быстрого выстрела работает. Значит, я правильно понимал, зачем меня сбили, когда я про это думал. А нет, смотрите, мы можем, значит, выстрел. А почему тогда в прошлый раз не сыграли? Короче, я ничего не понимаю. Буякая. Отлично. Двух просто укокошили за один ход. Там тоже был выстрел, тоже стрелковый. Ууу, наносит с 5 урона. 25 тебе в животик, маленький ты котик. На котика он не похож, согласен. Подлетел аж. И мы его немножечко потрясли. Порезали, но у вас хуты. Ни одного, ни одного червя манта нет. Ни одного желудка. Мы почти, кстати, уровень апнули. Не обыщем. Ууу, 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 ууу. Интеллект заберем. Давайте сходим в начале вот сюда и почитаем после этого. Что здесь? Мне кажется, тут с ним можно поговорить. Это в пирмах. И что это значит? А у тех, а зачем мы вообще с ними разговаривали тогда? Что это значит? Почему мы тогда с ними вообще беседовали? Ну, давайте вот это у него вроде поменьше здоровья, да? А что ли, йога саним? А там посмотрим. Неплохо. 11. Так, тоже неплохо. Пока вроде терпим. Так, может быть, ударим. 29 это прям вообще лихо, да? Хорош. 29 оставим на следующем. Так, 200 нет. Оглушение, о да. Лучше бы с нами беседовали. Честно скажу. Девушка, девушка, лучше бы с нами беседовали. В горло прям. Теперь она будет задыхаться. 11. Как раз. Хорош. Куча всего. Вы посмотрите, просто немоверное количество всяких модификаций. Возврат, фигня, технология. Неплохо, наверное. Наверное. Хотя это же... Ну да, это модификация. Ммм, тяжелое оружие ближнего боя. 18 урона. Аааа. 18 урона. Но походу оно действует только на это оружие. Вот эти 18 урона, оно действует только на это оружие. И еще, кстати, модификация на оглушение. По-моему, вообще прекрасно. Забираем. Давайте посмотрим. У меня есть одна еще на оглушение. Вот это вот потрясение, как бы... Усиленный удар. А вот оглушающие, конечно, хорошо. Их выкидывать не сильно хочется. Ну а все остальное... Одиночный удар, одиночный удар. Удар плашмя, удар плашмя. Это вообще первоначальное оружие, которое мне в самом начале дали. Есть 18 урона. Я даже думать не хочу. Просто сразу поменяю. Единственное, только что вот я переживаю. Сотрясающий удар. Резкий удар. Резкий удар. Давайте поменяем. Еще на оглушение просто. Карт будет мало. С одной стороны, это очень плохо. Но посмотрите, какой урон. Какой урон на него стал. Это просто рвань. Просто рвань. 27. Ох, как хорошо, как хорошо. Как я... Мне просто радуют эти цифры. Так, резкий удар. Давайте посмотрим, что за резкий удар. Наносится-то урона оружием. А, ну у нас они были. Были резкие удары. А сотрясающий тоже был. Сотрясающий. Действует на всех врагов. Оглушает на один ход. Минус три инициативы. На три хода. Еще 27 урона. Прикинь. Бенча, где нас? Там в кровавую соплину просто размазать. И посмеяться после этого. Запись сделана в датпаде пользователем по имени Нила. Частью исчезла. Нечитаема. Надо же, какие звезды. Они окутаны плотной тьмой. Космос был мрачен еще до моего рождения. И будет таким всегда. Так и должно быть. По сути, это единственное... Настоя... Видимо, что... Является настоящим. Возможно так, да? Тосковать по дому. Для меня так же странно, как услышать звук в космосе. Когда холодная... Это будет странное письмо. Кор... Этой станции... Видимо, координаты, может, я не знаю. Когда холодная кор... Короче, не знаю. Этой станции прекратило угло... Мои старые кости... Должен ли быть... Должен был я ощутить хоть что-то? Я постиг... Истину... Осветившую мое существование после стольких лет терзаний и воспоминаний о жизни в... Ммм... Станции исчезли? Если... Если процесс существования... Ммм... Сопровождается... Переживанием ощущений любви, сочувствия и уверенности, тогда я не... Ммм... Мы существуем. А... Ммм... Почему? Вообще странное письмо, может, не стоит читать... Ну, ладно, начитаем... Потому что... Потому что мы додумались до одной идеи... Ммм... Ммм... Какая была идея, это секрет... Но такое возможно лишь в определенном отрезке времени и пространстве. Если... Ммм... Изменить любое из этих параметров, после... Ммм... Существования... Ммм... Человечество исчезнет. Ммм... Время... Ммм... Все. Время поглощает дружбу, боль, последние искры любви, ммм... Детские воспоминания. Время пожирает... Ммм... Трехмерное нечто, в котором мы заброшены. Ммм... Если меня должна мучить тоска по... Ммм... Оно... Ммм... Внутри этой... Э... Непреодолимой... Ммм... Пустоты космоса. Таки... Видимо, именно там время, пространство и моя боль. Ммм... Настигает меня. Ммм... Надо же, какие звезды. Вы знаете, может быть потом, со временем, когда выйдет релиз, может быть мы найдем и остальную часть данных и поймем, про что конкретно. Меня больше интересует вот этот момент. Ммм... Потому что мы додумались до одной идеи. Но такое возможно лишь в определенном отрезке времени и пространстве. Если изменить... Ммм... Изменение любого из этих параметров после... Ммм... Существования... Ммм... Человечества, любое из этих параметров. То есть оно исчезнет. Вот это мне интересно. Больше мне это интересно. Потому что вполне возможно нам... Он пытается рассказать, да, о том... Или это Нила, это она, наверное, пытается нам рассказать о том, что... Видимо, как человечество развивалось вполне возможно. Может быть нет. Ладно. В любом случае, это довольно-таки увлекательная история. Хоть и ничего в ней только не было понятно. Но мы как-нибудь разберемся. Пойдемте сюда. Обыскать. О, энергия. Взять, конечно. Хорошая находка. Тут есть что-нибудь? Нет, смотрите, здесь тупик. Тогда уходим. Идем сюда. Посканим. У-у-у. Неплохо. Ммм... Дроны? Вас-то я вообще не ожидал здесь увидеть. Я уже думал, кого-кого, а вас-то здесь вообще не будет. Хе-хе-хе-хе-хе-хе. Слабаки. В нужного стреляете, ребята, в нужного. Правда, они всегда хотят, чтобы ему стреляли, потому что если в него будут попадать все-таки, ему будет очень больно. Давайте гасанем, наверное, вот этого. У него меньше всего. Да, в принципе, у этих уа будет меньше всего, да? Это какой-то, походу, главный, что ли? Я не знаю. Бум! Вот это просто в ступеньку просто так размазали. Масло на бутерброд. Вот так сильно мы его размазали. Хорошо. Ха-ха, дайте мне врезать своей большой дубиной. Как же я долго этого ждал, когда у меня будет мега урон. Огнушение 23. Просто... Просто... Жахнем. Что у нас есть? Я не уверен, что стоит повышать урон. Хотя можно, наверное. Может на 16, но тут-то это ничего не даст. Тут понизим только у одного. Хотя ладно, давайте. У одного хотя бы, но понизим. На 19 даже. У нас там, по-моему, умножение на щиты висит. Стоит мы там сколько-то процентов будем больше наносить урона по щитам. Огнушение. Так, наносить 7 единиц урона обоим, да? Огнушение. Огнушение. Уклонение. Ну да, у него, суки, уровень. У него, суки, уровень уклонения. Уклонишься от этого? Хе-хе-хе. Уклонился. Ну, зараза. Ну ладно, у нас слишком много щитов. Нам даже не стоит переживать. Так, это можно будет оглушить, восстановить щиты или по урону дать. Давай дадим урон. Хотя, наверное, надо было здоровику давать. Вот это вообще какая-то фигня, а не урон. Да, надо было здоровику давать. Сейчас бы он как вжарил вот это вот. Вот это вот-вот. Бум! И все, его убили бы. Ладно, разделались. И слава богу. О, еще тот падик. Отлично. То, что у нас. Всякое барахло заберем. Почти, кстати, уровень. Почти уровень. Уровень? Может, тут уже уровень? Нет, пока ничего. Почти уровень. Можно так сказать. Так, давайте сюда зашагаем. О! Там шагать-то некуда. Я только каждый угол исследую. Нет, тут все. Тут все, ребята. Ну, в принципе, да. Почему бы и нет. Сократил здесь. Я не думаю, наверное, да, что он будет выводить. Оп. Это кто вообще такой? Еще одна тщедушный, еще один тщедушный комок плоти, направляющийся, напрашивающийся на взбучку. Надеюсь, когда я тебя разделаю, из себя подсыплются трофеи. Смотрите, какой опасный. Приготовиться к бою. Так это он, он и не один. 180. Че? Так, 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 так. А, трем персонажем, да, наносит? Вот это вот. Но у него чистое ХП. Чистое ХП. Зарядка. По утрам я люблю делать зарядку. Так, подожди, что он там заряжает? Давай посмотрим. Инициатива. Урон на 33%. Я и так-то боюсь, чтобы он ударил. Чтобы псих какой-то по нему видно, что он отбитый. Слушай, штыкву надо гасить первым, наверное. Блин, а мы сможем его прорезать так быстро? 150 очень много. Я думал, он челем его отчего бить. А теперь сомневаюсь. Ну давай, 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 попробуем. Попробуем его убить. Так, 11. Ладно, один сходи. Так, уклонением чисто нужно оглушение. Мне нужно оглушение. Так, оглушение. Оглушение на один ход, 27. Наносит, наносит. Оглушение вешаем. А в кого ты врезал? Просто так ты сотрясающий. В кого? А, он во всех трех. Он во всех трех. Это же супер. Там я что-то не почитал, видимо. А то, что он на всех трех-то. Это же просто божественно. Ё-моё, быстрый выстрел. Можем, конечно, у тебя в инвиз. Давай в инвиз. Пока есть такая возможность. У него очень лютый должен быть дамаг из инвиза. Так, инициатива, урон, оружие, сопротивленности, урону на два. Вот, это хорошо, кстати. 42. Круто. Хорошо. Наносит оружие. Ага, делает насмешку на себя. Урон, урон. Инициатива на один ход. Так, у него и так, в принципе, инициатива-то в заднице. 27. Может, насмешку? Он все-таки на самый крупный на всякий случай. Хорош. Так, у вас нет ничего. Вы пока ходить не можете. Так, у меня как раз быстрый удар у меня есть. Да, быстрый удар на 28, либо быстрый выстрел. Но давайте удар. Он так все-таки покрупнее. Ну, не надо... Как бы, да. Если бы кританули, конечно, было бы... Получается, быстрый удар, он тоже не такой же, как быстрый выстрел. Мы можем еще ударить, если у нас есть что-то милишное. Смотри, ну вот он сходит сейчас через два, да? Промах. Либо десятку всем. Инициатива. В принципе, мы можем добить. Давайте по всем. Где там ты третий? Вот, да? Вот. Отлично. Мы, в принципе, можем добить. Ударом наносит 100 урона. Буяка! 28. Фух. Страшный, зараза. Вот это страшный был. Так-так-так, успокойся. Узбогойтесь. Узбогойтесь, пожалуйста. Быстрый выстрел. 50 счета, 50 счета. Метка. Какие-то карты-то отстойные стали приходить. Ну, ну. Где-то там насобирал я, короче. Как-то ни о чемных картах. Тут я прям переживаю за него. Порожим. Нечестный прием тут. Нет ничего нечестного. Все нормально. Насмешку на себя. Либо инициативу. О-о-о! Зачем я это сделал? Я случайно мискликнул. Есть энергии потратил. Офигеть! Ну, ладно. У нас куча энергии. Не переживай. Вот эти мисклики, конечно, мне. Да просто обычным ударом давай. Добьем их. У меня тоже 7 осталось. Так, 22. Давай 22. Получил. Молодец, что ты по всем бьешь. Но не в тех, кого надо. Перед смертью мы немножечко тебя оглушили. Так, максимум щитов. 30. Вообще, в принципе, хорошая вещь. 38. Еще на один из урона пробой. Это фигня, это фигня. Заберем все. Новый уровень. Какой здоровяк все-таки попался. Нам прям повезло. Нам быстро с ним расправились. Так, давайте посмотрим насчет щитов. Это новый щит. Максимум щитов 33. Максимум щитов 38. Да? Ну, давайте на кого там, у кого у нас самые слабые щиты. Вот, например, у него 27 щитов. 38. Заменим. По полтиннику. Здесь на 33. Плюс хорошая статишь штука. Вот это вот. На себя на 25% сопротивляемости. Вешать внутри хода. Это тоже хорошая штука. Остальное все, в принципе, бей-ле-бер. Да, мне остальное все не надо. А, да, датпадик же, да, у нас. Мы же его не считали. Я нашел вот он. Да, по-моему, не считали. На датпаде есть запись, сделанная пользователем Абадайи. Я нашел это зеркальце у мертвого солдата. Ведь моего сердце не выдержало долгой и тяжелой войны. Я не первый, кто обшарил его вещи. Все ценные уже забрали. А зеркальце осталось. Оно мне понравилось. Это маленький ровный кусок стекла. Сделан для того, чтобы исследовать мир. Который часто кажется лишь черной чередой бед и потерь. С этих пор я повсюду ношу это зеркальце с собой. Конечно, когда темнеет, от него мало толку. На реликтах всегда слишком мало света. А черная дыра посреди этих плавающих в космосе металлических островов засасывает в себя и то, что и есть. Получается, посреди еще реликтов черная дыра. Ну да, так это получается полностью галактика погибает. Зарождение сверхновой? Любопытно. Но даже крохотный лучик позволит мне при помощи зеркальца задать этому немому космическому мусору любые вопросы. И всякий раз, как я это делаю, я получаю ответ. Я не очень понимаю суть зеркала здесь, да? Ну как бы он говорит, он позволяет исследовать мир. В смысле исследовать мир? Тут, видите, какие-то есть понятия такой зеркальные миры. Понимаете? Зеркальные миры. Может, у них зеркало работает посредством каких-то, типа, как бы, знаешь, как мобильный телефон и что-то в этом духе. Я не знаю. То есть ты можешь пообщаться, можешь... Короче, я не знаю. Понятия не имею. Это довольно-таки любопытно разбираться в этом во всем. Но пока очень мало данных для того, чтобы какие-то выводы делать. Я лично не понимаю, в чем суть этого зеркала. Ну, разбойники нам попались славные, конечно. Обыскать. Так, кастет, уклонение на 17. Удар плашмя, взять все. Ну-ка, давай посмотрим. Потрясение плюс урон. Здесь на пробой. Пробой мне нужен. Пробой бьет насквозь щиты. И ему посчитать и бьет сразу по хп. Так-то это хорошая штука. Уклонение тоже вещь. Надо. Пока, пока пользоваться. Пока и так нормально все. Воу-воу-воу-воу. Это кто-то новенький какой-то, да? Смотри-ка. Эспинох. Имя у тебя странное, конечно. Здравствуйте, я Эспинох. Исполнительный номер 555-33-113. А, 3-1-13. 3-1-3. Ведите свое предложение здесь. Но вы же не робот. Супер еще один псих. Наши уже, знаешь, не удивляются. Кого они только не повидали. Но вы же не робот. Может он какой-нибудь клон, типа того. У него по этому номер есть. Ну вот. Вы все испортили. Все отказывают мне в праве быть роботом. У меня только одна мечта. Остать машиной. Мне так надоели эмоции. Могу ли я вам как-то помочь? Просто выстрелили ему в голову, чтобы он не мучился. Вот и все. Чувства нам даны не зря. Вот это, кстати, правильно. Благодаря ему мы становимся чем-то большим, чем просто логические конструкты. Оставлю вас наедине с вашей шизофренией. С вашими фантазиями. Но он сказал фантазиями, я бы сказал шизофренией. Ладно. Давайте прочувствуем, задвинем, что они не просто так. Ему, конечно, надо плевать. Он, видимо, слишком многое пережил. И поэтому ему вообще плевать на все. Он бы хотел просто быть роботом и все. От эмоций в моей жизни был один вред. Они бессмысленны. Но вы, очевидно, не понимаете. Как и все остальные. Могли вам чем-то помочь тогда. Раз мы не понимаем, чему мы можем вам помочь. А? Кроме вас, мне этого еще никто не предлагал. Я пытался найти на этом реликте подходящую машину. Но все они либо слишком загадочные, либо слишком раздражающие, либо слишком эмоциональные. Машины эмоциональные, забавно. Подыщите мне светящуюся, благодатную, кошерную машину, пожалуйста. Смеренными эмоциями на этой карте памяти я сохранил свое изображение. Если найдете подходящую машину, покажите ему изображение. Пожалуй, я не могу вам помочь. Такой подумал, подумал. Да почему? Давай поможем. Давай карту возьмем. Че ты? Усатый. Может быть, у нас должен быть какой-то человек определенный в нашей банде. У нас есть мусорчик. Может, нам нужен технолог? Да, возможно. Прости, дядька, помочь мы тебе. Да, блин, е-мое. Хотел поставить электрический. Давайте, может, выйдем. Давайте отступим. Надеюсь, не пробьют никого до хп. Смотри, в одного улупит. Так, нормально, нормально. Не должны пробить. Ха-ха-ха. Поставим генератор. Да е-мое, вы че? Ладно, тут двое. Давайте их гасанем. Они меня раздражают. Наносит. Так, быстрый удар наносит оружие. Еще одну карту ближнего боя. Или, если она есть. Легкое стрелковое оружие. Получается, тогда, наверное, мы, когда я не понял, что сыграли, мы не сыграли. Почему мы не смогли сыграть? Тогда мы как раз это и вытаскивали быстрый удар, а не быстрый выстрел. Ладно, давайте гасанем. Гасанем. Еще и критонули. Просто превосходно. Это прям какое-то сборище, да, этих кобра-людей? Так, раздражаю. Наносит 120 урона. Шанс пробоя. Если атака снимает здоровье, цель получает кровотечение, да? Ну там и так, в принципе. Получи кровотечение. Хотя, думаю, оно нам не сильно-то и нужно. Ну давайте добьем, наверное. Чтобы она тут не крутилась возле нас. 27 урона, между прочим. Пиш-пиш-пиш. Вы это зря, мэм. Выжимаем. Выжимаем. Бульк. Умесел. Отвоевали вы свое. Энергию получили мы. Оружие 8, так себе. Модификация, да. Нет, модификации нужны уже со статами. Уже обычные просто так модификации не особо-то вкатывают. Вот тут давай поставим. Бульк. Где там? Нас решила обойти. Окей, давайте подремся. Ну тут, конечно, еще будет сложновато, потому что у нас только у одного есть возможность сейчас сходить. 39. Надо попробовать тогда гасануть одного из этих ящеров. Эх, 37. Жалко что. Ну чуть-чуть побольше бы урона. Кританула там или еще что-нибудь. Ну может он сейчас, кстати, включит отхилку. Такое тоже может быть. Это будет довольно-таки... Первая волна будет довольно сложная. Если мы переживем ее, не потеряя при этом здоровье. Щиты-то ладно, ничего страшного. Ну вроде уже все пережили. Что тут размышлять? Так, есть четыре. С соседним двум целям. Эта же фигня вообще полная. Ну да, с этим можно обжарить по десять. Ну по ящерице. Заодно одну убьем и по этим по всем попадем. Вот это хорошо, хорошо. Вот это хорошо, хорошо. Кого будем следить еще выгасить? Да давайте дальше ящерицу. Не оглушили, жалко. Почти их убили, кстати. А, она была оглушена. Просто не видно было. Она была оглушена. Ну почему-то не высветилось. Это же должно высвечиваться. Типа оглушение. М-граната. Даже не знаю. Можно подрезать инициативу. Давай, наверное, мы так и сделаем. Подрежем инициативу. Заодно убьем. Ладно, ничего страшного, что ли. Зато мы подвинем. Сейчас наши будут сходить. Можно снести щиты у обеих. Давай так и сделаем. Вот, ну и полностью щиты снесли. Так, сразу уже по ней, по роже ей. По ее змеиной. Что, догнать нас хотели? Догнать, да? Догнали? И что, как вам? Ну, кстати, уже пошли по урону бить. По здоровью. Предлагаю. А, у меня нет щитов. А. Мы же еще пока и не ходим. Ну, точнее, они точнее еще пока и даже и не ходят. Давайте убьем. Потому что глушение будет. Убру на оружие. Если атака снижает взрывы, так это кровотечение. Хорош. И 28. Вот, и на себя. На всякий случай. А то вдруг, мало ли. Укатали. Немножко здоровья, правда, потратили. Энергия зато есть. 12 урона. Легкая стрелковая. Дополнительный урон щитам. Критическое попадание. 6%. 10 урона. Дополнительный урон щитам. 10. Да, тут 12. Тут вообще прям огонь-огонь, да? Что тут за предметы? Быстрый выстрел. Быстрый выстрел. Двойной выстрел. Двойной выстрел. Ху-ху-ху. Ё-моё. По-моему, всем хана. По-моему, ребята, у вас нет шансов. Я еще пока не знаю, но мне показалось, что у вас нет шансов. Один из сторон нет, а ладно. Хотя инициатива 2, это неплохо. Хм, смотрите, кто-то дружелюбный, что ли? О, еще один. Смотрите, ищите на борту реликта. Отлично, отлично, отлично. Это мой алтарь. Осторожно ступайте по этому полу. Он священный. Я бог-одиночка и хочу, чтобы кто-то был создан по моему образу и подобию. Приведите мне ученика, и я дам вам то, что вы ищете. Хм, я найду для вас... Последователя. Либо мы можем... Зачем вам нужен ученик? Разве боги они не всемогущие? Мне это неинтересно. Да, мы такие, знаете, ходили-ходили, нам это неинтересно. Зачем вам это действительно? Он сейчас молчает! Я бог, я сказал, я хочу. Мне не нужен ученик. Я хочу, чтобы он у меня был. Есть разница. Типа, просто я хочу. Типа, чтобы он у меня был. Я найду для вас последователя. Он того типа психа, который ему за карточку какую-то хочет там вживиться в робота и так далее. Мне кажется, он вообще идеально подойдет. Божественно. Принесите мне изображение верующего. Тогда я пойму, достойен он или нет. Вот и все. Мы нашли. Карточку у того типа можно взять. Так, давайте только жахнем. Раз есть такая возможность. И сюда сходим. Энергия, щиты. Ну это нафиг не надо. Хотя, знаете, типа вот для усилителя, для щитов, наверное, было бы неплохо. Пойдем сходим. Энергия, ты сумасшедший. Там и как раз хочет, чтобы ты типа сдружился что ли. Мы нашли для тебя то, что нужно. Могу ли я вам что-то? Чувствую. Так, что? А, чувства нам даны. Типа не зря, да? Блин, а могу ли я вам что-то помочь? Так, могу ли я вам что-то помочь, да? Здесь, а, вот здесь одна консоль, которая считает себя божеством. Ей нужны ученики. Подойдет? А, 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 а. Подойдет? Смотри-ка, да, на непоследователя. Да, пожалуйста, передайте мое изображение этому чудесному компьютеру. Смотри потом, материнская оплата сгорит к чертям. Что ты будешь делать с этим компьютером? Так, у вас есть изображение моего последователя? Да, вот оно. Красивый? Посмотри, какой красивый. Великолепно. Анализирую. Сумо ненадолго умолкает. Этот человек достоин стать мальчиком, передать ему. Пусть он придет ко мне. Явись ко мне. Я осюму. Короче, прекрасно. Пойдем. Говорить. Так, однозначно. Вы передали мое изображение этому механическому богу. Да, он хочет, чтобы вы стали его учеником. Или ее учеником. Там до ее написано. Что об этом... Что бы это ни значило. Как же я взволнован. Так. Так и спинок. Успокойся. Никаких эмоций. Никаких чувств. Дыши глубже. Спасибо за помощь. Я должен найти на встречу своей судьбе. Давай, удачи. Вы достойны друг друга. Сумасшедший компьютер и сумасшедший человек. Прекрасно просто. Хотя, в принципе, у них есть какие-то загоны своеобразные. Почему бы и нет. Да, как говорится. Давайте прямо поговорим. Нам нужны данные. Вы нам данные-то дадите. Что стало со спиноком? Он прибыл сюда? Мы слились воедино. Его сущность сияет внутри меня. Ни слова больше. Могу я теперь получить данные о местоположении. Что ты с ним сделала? Ну, то, что он хотел. Что она могла с ним сделать? Ни слова больше. Могу я получить? Ну, конечно. Я был исчезающим божеством. А теперь, благодаря вам, стал кем-то совершенно иным. Спасибо, я пойду. Оставайтесь со своей... Хотя, может быть, мы создали, типа, знаете, какого-нибудь сверхразума, который потом создаст... Ну, как бы... Терминатор все смотрели. Все-все понимают. Окей. Может, любое время зайти и, видимо, и побеседовать. Да, нам это ни к чему. Нам и так хорошо. У нас тут, как говорится, своих психов хватает. Давайте заюзаем пару банок, пожалуй. И можно, в принципе-то, отправляться обратно на станцию. Тут особо делать-то и нечего. Предметы. Журнал. Вернуться к губернатору второго ранга. Все. Давайте я, наверное, пробегусь по карте. Посмотрю, что здесь вообще происходит. Если будет что-то интересное, естественно, я вам это покажу. Если нет, то мы пойдем уже к губернатору. Ну что ж, ребят, я вернулся. Давайте посмотрим. Мы, кстати, нашли там сферу. Золотая сфера, которая содержит в себе знания Ковчеги. Как раз, я думаю, мне удалось получить данные с реликта Шлюпка. Надо сказать про... Так, ну давайте скажем им про это. Вернуться к губернатору второго ранга. Грандиозно. Мы еще на шаг ближе к обнаружению Ковчега. Прозвольте в том же духе, и тогда мы найдем его куда быстрее, чем вы думаете. Вы хотите, что с меня это... То есть все, да? Это все, да? Понял все. Я вас понял. То есть это просто заготовка. Мне пора. Заготовка на будущее. Получается, значит, Ковчегов будет гораздо больше. Ой, Ковчегов. Да, я имею в виду... Ну вы поняли. Реликтов я имел в виду, конечно же. Конечно же, реликтов. Реликтов будет гораздо больше. Задания мы почти все выполнили. С червяками не получилось. Я всех существ поуничтожал вообще. На всех... На всех возможных реликтах. И я не нашел больше других существ. Так что... Через червяками у нас квеста не вышел. Видимо, это тоже задело на будущее. Плюс огромного червя я так и не нашел на коже, который бы должен был дать мне яйцо. В принципе, наверное, это было так задумано, но почему-то этого не произошло. Яйцо я так и не получил, а остался без яйца я. Я имею в виду без яйца. Ну, вы поняли. С нами это все в порядке. Очень много предметов я вынес. Вы посмотрите, сколько предметов я вынес с последней вылазки. У меня все забито почти в хлам. У меня было 5 золотов забито почти под завязку. Плюс я продал там на 200 с чем-то единиц. Короче говоря, очень много всего мы понаходили. Я уже не стал, конечно, ничего себе ставить. Денег у нас вон сколько. Получилось все довольно-таки круто. Вы знаете, дорогие друзья, давайте подытожим, наверное, что можно сказать про эту игру. У игрушки есть один минус, который я лично для себя выяснил. Это нехватка событий. Я бы так это назвал. Не знаю, как задумывали разработчики. Может, это просто потому, что сейчас на данный момент это ранний доступ. Видите, как бы минус довольно-таки несущественный. То есть его понять-то даже сейчас нельзя толком, нормально. Потому что ранний доступ, непонятно, как это будет дальше развиваться. Может быть, в дальнейшем все совсем по-другому будет. И люди переработают огромное количество механик игровых. Но событий не так много. В основном вы ходите и убиваете противников. Редко встречаетесь с кем-то. Хочется больше событий. Вы знаете, для меня лично приключение космическое, опять же, сейчас я буду говорить сугубо просто свое мнение. Оно не должно быть обязательно схожим с вашим. И так далее, и так далее. Просто не надо там каким-то образом перетягивать, как говорится, одеяло. Я вам просто расскажу то, что я считаю. Для меня лично космические приключения это в первую очередь авантюризм. Понимаете? Вы играете приключенцам, которые путешествуют по космосу. И он иногда, бывает, поражает вас своим безумием, какой-то хаотичностью. Может быть, вы иногда попадаете в какие-то странные передряги. Это все довольно-таки необычное, потому что вы в космосе. Это все-таки встреча с какими-то, может быть, иноземными расами. Да даже с землянами плевать там. То есть с людьми пускай даже мы будем встречаться. Но это же все равно, это разные события. Вы где-то можете встретить какого-то дальнобойщика. Где-то можете встретить не дальнобойщика, а какого-то военного бывшего. Или просто люди, как вот мы сейчас с вами встретили, да, людей, которые просто хотят обосновать свою жизнь на этом, не на ковчеге, как он, на этом реликте. Постоянно хочу называть его ковчегом. То есть данных событий очень мало. За все это время, сколько мы играли, мы практически током людей. Это вот один единственный квест мы от людей встретили, да, который был крупный, который был реально вот на коже мы, на третьем, да, вот этом реликте, на коже мы выполнили. Это было реально прикольно. Но в других местах мы где-то что-то сделали, торговец тогда не работал. Но опять же это в связи с тем, что на данный момент сейчас просто ранний доступ. Хочется, знаете, такое, чтобы вам где-то и подставы делали. Вот самая идеальная, самая идеальная для меня личная игра, это Космический Рейнджер. Я просто люблю ее всей душой. Это самая любимая игра из всех. Если вообще спросить у меня, какая моя самая любимая компьютерная игра, я вам сразу же скажу. Космический Рейнджер. Это самая крутая игра, в которую я вообще играл. Потому что она вобрала в себе столько разных направлений, столько разных жанров, что ты даже удивляешься, как это все качественно, органично вписалось в одну игру. Это очень крутая игра. И там обалденнейшие текстовые квесты. Просто самые лучшие, которые я видел. Это, знаете, такая мини-рассказы, фантастические рассказы. Кто любит книжки-фантастику, да, кто обожает их, тот, наверное, сразу же поймет, про что я говорю. Они такие иронические где-то местами, да, где-то с юмором. Со всем с этим подходит очень крутая, очень крутая игрушка. И я хотел бы, чтобы в этой игре было приблизительно то же самое. Я не говорю, что должно быть то же самое, но приблизительно. То есть, например, вы там общаетесь с каким-то человеком, который вам что-то рассказывает. Вы, например, встретили какого-то человека. Потом вам пишут в тексте, что, мол, человек с вами попрощался и ушел. А затем вы обшариваете карманы и узнаете. Оказывается, человек вас отвлекал. Ну, я просто вам пример такой привожу, да. А человек вас отвлекал, когда другой у вас спер что-то там из кармана. И вы потеряли какое-то количество кредитов. Например, чтобы вы чувствовали вот этот вот авантюризм. Чтобы вы понимаете, что не с каждым надо общаться. Не каждый вам друг. И где-то вам кому-то надо помочь. А где-то, может быть, надо обойти стороной. А где-то надо куда-то более глубоко залезть. Понимаете? А сейчас, на данный момент, это просто хождение по карте. И просто драки. И больше ничего. Хочется больше разных событий. Чтобы их просто было чуть побольше. И тогда эта игра, в принципе, преобразится в очень интересный продукт. Лично для меня, вот я это так вижу. В остальном, по поводу игры, мне сказать вообще плохого. Даже это, в принципе, неплохо. Я просто имею в виду, что это небольшой недочет, наверное. Вот так я бы его назвал. Минусом для себя лично. В остальном, игра просто прекрасная. Звуковое сопровождение превосходное. Визуально игра выглядит просто круто. Но посмотрите. Офигенная рисовка. Сделана в стиле комиксов. Ну, просто обалденно. Я лично тащусь. Это просто крутяк. Механика игровая очень интересная. Огромное количество карт. Огромное количество разного муднирования. Даже на данный момент много оружия разного. Посмотрите, мы находим. Я постоянно удивлялся с того, что мы нашли там вот эту пуху крутую. Вот эту пуху крутую. Ты просто удивляешься с этого со всего. И доставляет тебе каждый раз удовольствие лутать, находить что-то. Это, конечно, круто. Драки интересные. Врагов пока не так много. Хотелось бы, чтобы по разной разни было. Но и тут даже на таком небольшом участке игры, грубо говоря, да, там все лишь 4 реликта. Мы с вами повстречали интересных врагов. Например, Гранила. Хоть один раз мы его встретили. Но он все равно прикольный такой гигант. Просто здоровенный. Ни разу нас не ударил, правда. Не знаю, что бы было. Может, он нас там вышибал бы по-жесткому. Вот. Но были, да, например, зубочерфь тоже прикольные. Ну, такие как бы они редкие, но интересные. Даже просто тупо найти какое-нибудь существо, знаете, типа вообще редкое, которое вот рандомится там с 5% шансом, когда ты рандомишь игру, да, то есть запускаешь там 5% шанса, что ты вообще можешь ее встретить, что ты можешь зарандомить здесь на твоей карте. Это тоже было бы прикольно. Знаете, такая своя определенная фишечка этой игры. Тем более она рогалик. Я думаю, что ее будут переигрывать и раз за разом играть, играть, играть. Ну, то есть как-то так. А вот, вот все, в принципе, что я могу сказать об этой игре. Игра крутая. Ждем релиза. Я подожду, посмотрю, что из нее получится. Мне бы хотелось, чтобы разработчики сделали, приложили очень много усилий. Да, я думаю, и так они очень сильно стараются для того, чтобы реализовать эту игру. Именно превратить ее в то, во что они сами хотят ее превратить, естественно, что они хотят видеть в ней. Но нам остается только ждать и надеяться, что эта игра просто удовлетворит нас по полной. Я надеюсь, вам понравилось. Надеюсь, вам понравилось полностью все прохождение того, что сейчас имеется в игре. Надеюсь, вам понравилась игра. Пишите свои какие-то определенные мысли, да, что вы думаете по поводу этой игры. Но я почитаю, вместе пообсуждаем. Поставьте лайк, если вам понравилось это видео. И тем более, если понравилась вся серия видео. А также подписывайтесь на канал, конечно же. Комментируйте, как я уже и сказал. И делитесь с друзьями. Добавляйте плейлисты. Вступайте на шурупы ВКонтакте. Подписываться, не забывайте. И смотрите в описании, там есть ссылки на другие прохождения. А с вами был Станислав. Я всех вас крепко обнимаю. Целую, люблю. Увидимся в новых приключениях. Всем пока.